Добрый день, меня зовут Борис Пичхадзе. Мы продолжаем цикл передач, связанных с Грузией, для русскоговорящего населения Америки. Эту передачу я буду с вами вести из Толикс-студио, который находится в Атланте, штаб Джорджио. Сегодняшняя тема это грузино-российские отношения, начиная с Георгиевского трактата по сегодняшней дне. Вопрос очень интересен в том отношении, что вокруг Георгиевского трактата очень много всякого рода разговоров, в которых одна сторона в основном я имею в виду российская, преподносит, что этот трактат ознаменовал хожение Грузии в Россию по как раз просьбе грузинского царя Америки. А то, что в других источниках указано и как кажется нам, дело обстояло несколько иначе. Вот в отношении всего этого я предлагаю сегодня поговорить и изложить свою точку зрения. Но моя точка зрения будет ссылаться на документы, которые каждый из вас при желании в интернете может найти. И поэтому, так как мнение моё может в некоторых вещах чисто субъективное, тем не менее для объективного получения информации у вас есть возможность все это определить в интернете. Первое, что я бы хотел сказать с самого начала. Грузино-российские отношения. Вообще оригинально само слово Грузинска или Грузия. Как ни странно, это только в России так называется страна. Во всех странах других. Эта территория, это государство называется Георгия. В давние времена это называлось Иберия и Иберия. А в только язычных это назывался Горгистан. И почему только в России, это называется Грузия. Но поставим вопрос название на следующий раз. Так и будем называть, в данном случае, Грузия. Сейчас. Что такое Грузия? В плане того, когда рассматривают вопрос обхожения Грузии в состав России. Ну, во-первых, Грузия состоит из различных царств. И если говорить точнее, а это точно стремлюсь в самой базе. То Георгиевский трактат, он рассматривался со стороны царя католинского и католинского царства. Царем тогда был Ирабий II. И вот этот Георгиевский трактат говорит об отношении этого царя, католинского и католинского царства, с Россией. В 1783 году был подписан Георгиевский трактат, который признавал покровительство России в форме протектората. То есть вопрос шел именно в отношении того, что Грузия просила защиты от вражеских поисков, которые тогда представлялись в виде топиоцинга, но в форме протектората. В договоре было указано, что Россия в лице царицы Екатерины выступала гарантом независимости и ценности царства. И предоставлялась царству полное внутреннее автономие. То, что я сейчас произнес, это указано во всех документах. Тем не менее, почему-то российская сторона упорно проповедует о том, что Грузия просилась в состав России. Я считаю, что все-таки существенственная разница есть между тем, когда просится в состав другого государства, и когда, по сути дела, заключается договор, на основании которого бывают указаны различные пункты взаимодействия одной стороны и второй. Так вот, протекторат с одной стороны и обязательства о защите интересов, в данном случае, католитского и царского царства. И тем не менее, полная внутренняя автономность. Что же произошло на самом деле? С гаданием, а это было почти в течение 20 лет, точнее 18 лет, от этого договора о протекторате ничего не осталось. И 12 сентября 1801 года геологический трактат был нарушен. Александр Первый издал манифест об упразднении царства и вхождении в состав России. Хочу напомнить, что предшествовало всему этому. Вначале, когда стал вопрос о помощи, о протекторате России, был вопрос поставлен о военной помощи. В виде двух батальонов и четырех пушек, которые должны были быть направлены к царю Иераклию II. Он, начиная с 1783 года по 1787 год, генерал Барнашев, он находился в царстве Каталино-Кахетинском, с двумя батальонами и циничными пушками. Но потом, по неизвестным причинам, был опознен. И тем самым, опять-таки, Грузия, как считает Россия, на самом деле, это было еще раз подчеркнуло, только Каталино-Кахетинское царство, оказалось перед врагами полностью не защищенным. Заметьте, вопрос идет только о той части Восточной Грузии. И ни в коем случае не идет вопрос о том, что была еще и по тем временам, а еще временем, полное представление, если брать Америки или Грузии, то еще туда входили и западная часть. А западная часть, это царство, и Веретинское, это Мегрецкое, это Сванское, это Абхазское, это Гурийское, некоторые царства, некоторые княжества. То есть, то понимание, что такое Грузия, в теперешнем понимании составной России, и ее вхожение в состав Российской империи, оно произошло. Западная Грузия, путем завоевания всех этих княжеств и царств, которое продолжалось до 1810 года, сперва было завоевано одно, потом второе, и так полностью западная Грузия генералами, Сациановым и другими российскими генералами, было завоевано, введено в состав Российской империи, а до этого в 1801 году восточная часть Тибиричной Грузии оказалась в составе Российской империи. Поэтому разговоры о том, что Георгиевский трактат изначально ставил собой задачей для защиты интересов людей, проживающих, понимания России, Грузии, быть защищенными и находиться в составе России, он по данному раскладу, который я привел, несколько отличается от позиций, которые рассматриваются российской стороной. Тут надо, желательно было бы заметить, что события дальнейшие происходили следующим образом. Не бывало буквально одного года, чтобы восстание прозов России на уровне христианских, великой России и так далее, они бывали буквально каждый год. Они вечно подавлялись, и это продолжалось довольно-таки длительное время. Россия ввела свою агрессивную политику в том плане, что вначале была отказна Рулинской церкви, как-то пихали. Она становилась частью российской епархии. Были назначены представители России во все органы управления Грузии. Царский род потерял право именоваться цацким, им дано было право называться только князьями. Дело производства в Грузии тихо-тихо переходило на русский язык, тем самым от понятия государственности Грузии буквально ничего не оставалось. Могли называть по своему желанию российские представители и делить Грузию на губернии, как было Цифлийская губерния, Кутаистская губерния. Могли к ним присоединять какие-то территории, оторгать какие-то территории. И так продолжалось многие-многие годы. Но в начале 20-го века, после революционных событий в России, произошло следующее. В 1918 году на территории Грузии тогдашней был установлен режим меньшевицкого правительства и начали существовать Грузинская демократическая республика. Грузинская демократическая республика, которая была признана странами, в число этих стран входила и Россия. Опять-таки, я ссылаюсь на документы, Грузию признали Англия, Франция, Италия, Германия, Россия, Турция, Мексика и другие страны. Следовательно, в течение 1918 до 1921 года, независимых Грузии, фактически, юридически признали многие государства мира. существует соответственно карта Грузинской демократической республики, просуществовавшей три года. Эта карта является официальным документом и довольно-таки интересно обратить внимание, что состав грузинской демократической республики по побережью Черного Мога ходили Сочи и Северную Сочи на 80 километров. Северная Сочи. Вот это все было территорией Грузинской Могур. Грузинской Республики. Южнее Батуми до города с названием Моглялос. Это было тоже территорией Грузинской Грузинской Республики. Некоторые области, которые в дальнейшем были, которые в дальнейшем были оторгнуты уже представителями советской власти от Грузии. Об этом я далее буду говорить. И таким образом от Грузии требовали только одного полного подчинения. И для того, чтобы всегда можно было устроить Грузии любой приколок, привели к тому, что осуществляли какое-то несколько непонятное административное деление. Здесь я бы хотел взять и перейти к вопросу, который показывает все-таки момент, когда Грузия имела наиболее влиятельное, в те времена, когда была наиболее влиятельная в основном, во времена Советского Танала. Территория Грузии распространялась намного дальше Северной на Сочи. В нее входило несколько пляжеств. Она объединила все эти территории. И вот тогда и позже при домидестро-строителе понятие Грузии и Грузии было следующее. Грузинское название картли, Оса картвелло это земли, которые находятся вокруг картли, объединенные кантли. Соответственно, люди, населяющие это государство, назывались картвеллой, что в переводе теперь еще Грузиной. Хочу подчеркнуть, это было ни разу сказано царями Грузии. Поэтому теперешние инсимуляции в отношении того, что этнически кто является тем, полностью отпадает. И понятие Грузия для грузин является никаким не шувенистическим изречением, а тем, что заявляет любое нормальное государство. Никого не удивит, если с тобой сказать, что Америка для американцев, потому что в Америке есть представитель различных мест. Никто не удивляется, когда в Испании говорят, что это испанцы, хотя там есть различные народы этнические, и у них бывают безусловно всякого рода споры, но тем, нет все испании. Так можно пройтись по всей Европе, можно вспомнить Францию, Голландию. Поэтому, чтобы быть точнее, так называемым пониманием российского грузина, это и эти царства, то бишь Абхазское, Сванское, Мегрельское и другие. Почему я назвал первые три царства? Потому что в данном случае языки Абхазские, Сванские и Мегрельские, они не идентичны грузинскому языку, но тем не менее всегда считалось, что это являются Грузия, и поэтому теперешние времена, когда говорят, что Абхазия это Грузия, и это вызывает какие-то нервные потрясения у российских витровых, то это неверно. Они являются грузинами. Точно так же, как наибрелы со своим языком являются грузинами. Точно так же, как сваны со своим языком являются грузинами. Таким образом, Грузия в основном это безусловно православные люди, но есть грузины мусульмане. И как видим, есть помимо грузинского языка еще другие языки, которые употребляются некоторых частей. Частья Грузии. Но тем не менее, это все Грузия и грузины. Для чего я упомянул вот этот аспект в отношении грузии и грузии? Потому что какие-то нотки считали национализма есть изречение Грузии для грузин. Да, но Гаврид строитель так говорил, что все они являются грузинами. И поэтому он не начинал отметать одну часть Грузии, другую или одну этническую группу а другую. Россия спела имперская, потом советская. В любые времена старалась каким-то образом взять и внести раздох между этими народами. И особенно она играла на вот этих противоречиях, как мне казалось, того, что есть различные религии, различные языки. Это не удавалось своей грехе, хотя до сих пор в Москве говорят о том, что будет, если раздох в Грузии, прогреты на грехе, 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 на грехе, но это получилось где-то с абхасами, что больно и обидно, но думаю, придет время, и все станет на свои места, и вопрос того, кто это и абхасы, кто им ближе к России или к Рудине, они сами как будут вполне нормально спокойно. Почему я так много времени уделяю этим вопросам, потому что отношения от грузинно-российской отношений от времен Гергерского Драктата по сегодняшний день это просто какие-то непонятные вещи, потому что меняются правители в России, меняется строй в России, но отношения всегда бывают недоброжелательными. Вот эти лозунги о том, что оказывается братский народ на россиян грузинский, само слово во-первых не понятно, что такое братский народ, и кто решает какой народ братский или не братский. Скажите, пожалуйста, турецкий народ братский или не братский, а иранский народ братский или не братский. Что является критерием братского народа? Или религия? Если так, то извините. Как же тогда братский российский народ и братская российская церковь берет на теперешних оккупированных территориях памятники грузинские, и она их реставрирует в виде куполов чисто русских, в виде луковицы такой. Почему происходит такое издевательство над именно настоящими грузинскими памятниками? Если это религия, то давайте будем уже соблюдать все правила, тем более называя братским народом. Опять-таки я задаю вопрос. Для меня не понятно, что такое братский народ. Я знаю, что могут быть соседи и со всеми надо дружить. Могут быть дружественные страны, могут быть недружественные страны и соответственно народы. Но братские народы мне не понятно. Вот через Иран мы можем говорить про Афганистан. Ну не соседи. Но афганский народ является братским народом для Грузии или нет? А тогда через Черное море белорусский и украинский народ являются братским для Грузии или нет? Понятие братского народа для меня непонятно. Есть понятие то, что рядом соседи. И вот все соседи, они являются для нас народами, которые в определенное время ведут каких-то спорных вопросов. Между ними бывали бы не отрицаемые. Так было с Ираном, так было с Турцией. Но извините, уже в течение нескольких веков так происходит и с Россией. Почему тогда по той же самой логике я должен называть российский народ братский для Грузии? Нет. Тогда и турецкий и иранский народ являются братским для Грузии. Для того, чтобы как-то подтвердить свои слова и что Россия позволяла себе творить в Грузии, давайте приведем следующий пример. Становится советская Россия. Признается ею демократическая республика Грузии. И в это время в районе Сочи, когда Грузинская демократическая республика на карте это указано, и доказано, что это именно ее территория, вдруг какая-то зеленая армия российская начинает воевать в Грузии. И почему-то Теникин, который должен в этот момент бороться по логике вещей с большевиками, он борется с Грузией непонятные вещи. Так что важнее все-таки для России получается? А важнее вот эта территория. Потому что эта территория в свое время представляла путь, так называемый шелковый путь. Она является такой же стратегически интересной территорией с точки зрения геополитики на сегодняшний день. И поэтому всегда помыслы России, кто бы там ни был, большевики или российская ли империя, или демократическая Россия, все равно интересы Грузии геополитические у нее такие, что она готова на все пойти, лишь бы ей здесь плавиться. И начинаются новые вещи. В 1921 году под видом того, что где-то были большевики в Грузии, они загнаны в тюрьмы и требовали помощи, в Грузии, которые используют Красную армию и завоевывают Грузию. После этого меньшевицкое правительство, оно можно эвакуироваться. Начинается отторжение территории от Грузии. И, соответственно, есть возможность даже назвать, какие территории от Грузии от Грузии. По Карстскому договору, исторические грузинские земли юго-западные, правительства Тау, Кларджетти, Ардаган, Артани, Шаршетти, Кова, сокращенное именование Тау-Кларджетти с грузинским населением были отторгнуты и по договоренности переданы Торцией. Торцией была в состав Азербайджанской ССР нынешний Закатальский район, восточная часть Грузии Адагана. Историческая правительство Эрети ранее входило в циклическую губернию. Были отторгнуты и переданы в состав Армении исходно грузинские территории Южной Грузии, Квемухатли, районы Лора и Ташири ранее составляли библиюческую техническую губернию. Вот такие вещи, происходящие с тем, что от Крузии отторгались территорией, оно имело место быть. И далее. После того, как правительство эвакуировалось в Германии, со временем среди представителей Грузии возникали отряды, желающие восстановить справедливость. Часть этих отрядов оказалась в германских войсках. Это вызывает и по сей день ненависть в России. Но я хочу задаться вопросом. Извиняюсь, а российская армия генерала Власова, которая воевала на стороне Гитлера, она что, не вызывает ненависть? Почему же по-другому рассматривают данный вопрос? И не могут как-то успокоиться тем, что был один батальон грузинских войск первого сила. Но оставим этот вопрос. Что следует дальше в коммунистическом Советском Союзе? 1956 год. У власти Хрущев культ личности Сталина он разоблачает. А так как Сталин родом из Грузии, то гонения на Грузию продолжаются. И в 1956 году то, что обычно каждый год делалось, я сам долго помню это, на набережной в городе Гвилиси был высоченный бальдер Сталина, куда люди приходили, стали венки, выступали со стихотворениями, с речами. Были введены войска в Гвилиси. Эта демонстрация была разогнана и были жертвы. В большом количестве людей пострадали. Это было в 1956 году. 1978 год. Во всех республиках проводится мероприятие о том, что русский язык должен быть государственным языком в республиках. И только в Грузии интеллигенция, студенчество, народ Грузии, он начал противиться этому. Были выступления. И с большим трудом были демонстрации, что для Советского Союза было непривычно. С большим трудом отстояли именно консультантские грузии. События 1989 года, 9 апреля. Это уже знают все. И такие случаи продолжались. Но это как у нас был вопрос политики. Но вот есть спортивная канва отношений к Грузии. 1978 год, по-моему, Аргентина. Шахматная олимпиада. Грузинская шахматная школа в расцвете. И по всем рейтингам 4 человека, 3 основного состава и один запасной, должны быть представлены представителями Грузии. Гавриндашвили Александровича Бурданидзе и Иоса Ильянина. Такая делегация собирается лететь. И тут с трапа снимают Иоса Ильянина. Потому что решили ее заменить представителем Красноярского края Ахмоловской. Решение принятия Пастухов и первый секретарь обкома Красноярского края. Казалось бы, мелочь. Знали все равно, что в любом случае Советский Союз в лице грузинских шахматистов, выступающих на трех досках первых, они займут первое место. Но нужно было бы как-то, чтобы там был кто-то из России. Вот Ахмоловскую ключи. Хорошо. Это этнические грузины, оказывается, и это не нравилось России. Следующий пример. Виктор Санеев. Известный грузинский спортсмен. Потому что он житель Грузии. Победитель подряд трех Олимпиад. И вот во время четвертой Олимпиады в 80-м году ему отказывают в праве зажечь Олимпийский огонь. Предоставляет это право баскетболисту, известному Белову. Но все-таки рейтинг Белова и рейтинг Санеева абсолютно не сопоставили. Помимо этого, вдруг на четвертой Олимпиаде, тогда технические средства были несколько иные, находясь в том, что он в решающей попытке, когда он побил мировой рекорд и должен получить четвертую зонатую медаль, он как будто совершенный застук, и поэтому эта попытка не засчитывается, и ему присуждается второе место. Потом появилось сообщение, что вот в тяжелые годы Грузия вынужден эвакуироваться в Австралию, никто его не помнит. Опять-таки в районе. За весь 20 век Виктор Санеев Грузии признан первым спортсменом, а уже во времена нынешнего правительства Ему будет присылан орден за спортивные достижения. Я хочу профинансировать оставшуюся часть, оставшуюся часть данной передачи. В ней будет сказано о последнем, по сути, 20-летии в отношениях. А события в основном будут касаться, безусловно, не только войны 1992 года в Абхазии, но и особенно войны 2008 года, в которой все перемешалось. В нынешний раз была показана позиция России очень жесткая, очень недружелюбная, очень ненавистная. В ней я поставил несколько вопросов в отношении Путина и Медведева, которые хотел бы от вас и от российской элиты получить ответы. Здесь я бы хотел указать и задать вопросы, как возникло, что некоторые люди, которые, как говорилось бы, доброжелательно относились к Грузии, то ли продавшись за 30 серебряных, то ли подавлением российских властей начали себя вести просто ненормально. Это касается недоброжелательной позиции Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, которое позволило буквально ненормальные, гадкие, можно сказать на грубо, вещи по отношению к Грузии. Здесь можно будет упомянуть о господине Кокойте, который назвал геноцидом астинского народа, а тем не менее являлся чемпионом Грузии по вольной борьбе. Здесь можно сказать о господине Багапшин, ушедшем уже царственным небесом, тем не менее о нем. И много-много других вопросов, которые будут освещены в следующей части этой передачи. На сегодня спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok